Я как раз просматриваю Владимира Лузая. Интересный дядька. Молодец. Он столкнулся на практике с некоторыми вещами и со своего собственного опыта рубит правду матку. Ну вот тут разговор зашел о изжоге. Что изжога повышенная, кислотность в желудке, которая там разъедает. Я хочу вам рассказать так. У меня была изжога. Было не один год и не два года. Достаточно долго. Особенно в юности, зрелости, пока я кое-что не понял. А именно мы никогда не связываем появление изжоги с тем, что мы до этого ели. И вот, как правило, мне нравилось килька в томатном соусе. Я ее поем. С хлебушком все хорошо. Сытно так это. После этого изжога появлялась. Мне нравилась икра кабачковая. На хлебушек намажешь, съешь. После этого изжога. И даже уже в зрелом возрасте я обнаружил такую вещь, что изжога возникает у меня, лично у меня, даже после приема меда. Я об этом говорил. Просто видео куда-то туда улилось и никто особо не смотрит. То есть раз мед поел, ну сколько, допустим, ну столовую ложечку. На следующий день столовую ложечку. А на третий, если ты ее съел, столовую ложечку, заменяя сахар. Изжога тут как тут. Особенно от такого желтенького меда. Это надо понимать. А вот от сахара нет. От варенья нет. От ржаного хлеба. Кислый. Кислый хлеб ржаной. Это все изжога вот тут как тут. С чем это связано? Это связано с тем, что идет перевозбуждение через пищевые продукты, которые содержат повышенное количество энергии огня. Вот так я скажу. То есть жизненного принципа желчи. Жизненный принцип желчи у нас связан с желудком, с поджелудочной железой, с печенью. И как только мы, особенно когда у вас его достаточно в организме, употребляете, добавляете, вернее через продукты, вот этот вкус кислого, вкус, вкус вот этого вот еще обработанного томатов, обработанных термической обработкой, то изжога будет тут как тут. Понял это? Я просто-напросто стал следить за своим питанием, не принимая ни соду, не принимая ни еще там что-то там такого, чтоб там это, как там некоторые советуют. А кислотно, значит мы ее там содой, щелочную нейтрализуем и без конца вот это вот пойдет. Знаю такие случаи, потому что без конца у них изжога, они не понимают, ага, гасим, 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 якобы это от природы, ничего подобного. Это идет от того, что вы употребляете вот эти продукты, которые повышают количество жизненного принципа желчи и который вызывает изжогу. Так вот, как только я просто-напросто, поняв это, перестал их употреблять, никакой изжоги. То есть я не ем эти продукты, которые у меня вызывают вот при возбуждении жизненного принципа желчи. Все стало свои места и даже теперь через какое-то время я могу немножечко там поесть того, могу всего и нормально будет. Но если я это все в охотку переем как раньше, изжога тут как тут. Далее, воспаление поджелудочной железы. То есть через некоторое время после там изжоги начались вот такие вот опоясывающие боли после приема пищи. Я думаю, да что ж такое, как же так? Вот существовала сеть этих ресторанов елки-палки, там телега. Берешь поджарочку на томатном соусе, это сделано. Смешиваешь с риском, очень вкусно, очень, очень вкусно. Потом буквально таки минут через 30-40, то есть достаточно для того, чтобы ты поел, все как бы сказать, нормально там было. А потом ты выходишь из заведения, в котором ты был, покушал. И что? И ты чувствуешь? Изжогу. Вернее, ты начинаешь чувствовать вот эти боли. Режущие боли такие вот, неприятные боли по всему этому. Это если что иное, как перевозбуждение или вернее из-за приема именно вот этой вот поджарки. Перевозбуждение уже поджелудочной железы, которая начинает сигнализировать об этом болями. То есть сам организм нам подсказывает, что не надо этого есть. Это не то, это не те продукты, которые, которые вроде бы должны быть полезными для здоровья. Да, они могут быть вкусными, но полезны ли они? Вот в этом-то и весь вопрос заключается. А оказывается они не полезны для нашего здоровья. И вот сейчас я наблюдаю у жены, она тоже что-то там в охотку, потом только раз-раз-раз. Ой, что ж такое-то такое? Я говорю, это уже давно пройденный этап. Просто-напросто вот этого есть не надо. А если ешь, то значит меньше. А если ешь, то надо с большим количеством зелени это есть. Тогда будет нормально. Вот все, что я вам хотел рассказать об изжоге. То есть есть такие заболевания, это подчеркиваю, или вернее отклонение в здоровье, которые связаны с просто-напросто неправильным поведением человека, в данном случае пищевым поведением, ну не те продукты. Все. И что тут важно понимать. У одних людей, у которых жизненного принципа жилче мало, это все может быть нормально. У кого много, как у меня, значит вот это вот вызывают. Поэтому здесь все строго индивидуально. И все регулируется образом жизни. Если вы свой образ жизни не меняете, не меняете в течение жизни, то естественно будете лечиться, попадаете в такую категорию хронически больных людей, которые не хотят работать над собой, которые не хотят менять свои пищевые привычки, которые вообще не хотят с собой ничего делать, но хотят быть здоровыми. И вот для них то как раз пойдет и лечение одно там разного рода лекарства, которые на время все это как-то приостанавливает, вроде бы возвращает, а потом все повторяется. И идет разрушение организма уже и с помощью и того и другого. Вот что касается изжоги. Это говорю вам я, который через нее прошел. Это не теория, а это моя личная практика. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровьица и до новых встреч!